Закрыть или нет? Закрыть! Такое решение приняло руководство 5-й школы в этот торник 21 января. Причина незапланированных каникул вполне себе уважительная. Количество заболевших в образовательном учреждении превысило 20% от общего числа учащихся. Если быть точнее, на момент закрытия школы их 386 учеников за партами не оказалось около 100. В большинстве это первая ступень обучения, потом идет по градации вторая ступень и третья уже поменьше. Взрослые меньше болели. Чтобы разобщить, принято было такое решение. Написан приказ, согласованно с Роснадзором, передано это в управление образования обязательно, в министерство наш приказ. О том, что с 21 по 27 включительно объявлен карантин. Ну а пока пустые школьные коридоры и кабинеты обрабатываются дезинфицирующими средствами. Помещения проветривают. Тем временем отсутствующие в них ученики получают знания вне школьных стен. Грызут гранит науки дома дистанционно. Планшеты есть не у всех. Интернет есть не у всех. Но благо телефон есть практически у всех. И телефон, в котором есть интернет. Причем есть не только у родителей, но и у детей. Поэтому мы работаем в основном с персональным компьютером. Это наш персональный телефон. Как происходит процесс дистанционного обучения. Я пишу домашнее задание. Его фотографирую. Это очень самый простой способ. Иногда набираю текстом и отправляю. Но пока все выполняют домашнее задание. Те, которые не болеют. К сожалению, те, которые болеют. У нас договорены с родителями. Почему? Потому что сейчас такая вирусная инфекция. Кто знает, вдруг осложнение. Поэтому, когда ребенок плохо себя чувствует, конечно, мы договорились с родителями, что будет выполнять задание потом. Что-что о пробелах исполнять будет необходимо. Это школьники, приведенные на самостоятельную форму обучения, осознают хорошо. Поэтому внеплановые каникулы восторга у них не вызывают. Большинство из них высказались против ограничительных мероприятий. Сам я не болею, но в школу я хочу. Потому что в школе можно хотя бы получить знания. А не дома просто сидеть в телефоне и играть. Надо же учиться. Скоро конец четверти. И надо отсеки потягивать. Как раз уже сейчас будут экзамены. Я в восьмом классе. Мне экзамен на следующем году. Хотя в этом году пробный писать. Я не понимаю программу плохо. Лучше в школу походить. Итак, выйти со своих вторых каникул в этом году. Учащиеся данного заведения будут должны во вторник 28 января. Но не исключено, что карантин могут и продлить. Все зависит от результатов мониторинга заболеваемости. Однако, ни преподавательский состав, ни школьники этого не желают. Они желают друг другу скорейшего выздоровления. Чтобы их второй дом вновь распахнул свои двери не только ныне учащимся, но и тем, кто получал знания в пятой школе ранее. 1 февраля в 15 часов в учебном заведении состоится вечер встречи выпускников. Ольга Лемайкина, Анатолий Калинкин, Евгений Костюков, Ахтубинс ТВ.